И новости уже из разряда криминальных. Полиции задержаны двое мужчин, которые жестко, жестоко избили медперсонал на рабочем месте. Шокирующий инцидент, который сегодня обсуждает вся страна, произошел в центральной больнице Толгарского района. Как стало известно, накануне происшествия 64-летнего мужчину доставили в больницу с сердечным приступом в крайне тяжелом состоянии. По словам медиков, были приняты все соответствующие реанимационные меры, однако спасти жизнь пациента не удалось. И ночью молодые люди, узнав о кончине своего отца, ворвались в отделение реанимации и жестко избили медработников. Теперь врачи этой же больницы борются за жизнь своих коллег. Сейчас 27-летний врач-реаниматолог находится в тяжелом состоянии с диагнозом закрытная черепно-мозговая травма и множественные подкожные гематомы на голове. Медбрат также получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибу и закрытый перелом костей носа. На место вызова сразу прибыли сотрудники Толгарской полиции. Данный факт был зарегистрирован в районной полиции по статье 106 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В ходе оперативно-разовственных мероприятий сотрудниками УП Толгарского района были установлены и задержаны двое граждан 1987 и 1994 годов рождения. В настоящее время проводятся следственные мероприятия с назначением экспертных проверок для обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств инцидента. Подозреваемые подворены в изолятор временного содержания. Иная информация в рамках статьи 201 Уголовного кодекса Республики Казахстан не подлежит разглашению. И на этот инцидент отреагировало Министерство здравоохранения, требуя справедливой правовой оценки. Также в профильном ведомстве сообщили, цитата, будут обеспечены максимальные меры безопасности пострадавшего врача и остальных присутствующих. Приложены все возможные усилия в борьбе за жизнь пострадавших медицинских работников. Конец цитаты. И сегодня же этот инцидент был в центре внимания депутатов Мажелиса. В частности, Гульдара Нурумова сказала, что пора принять законодательные меры по защите медицинских работников.